Начнем с того, что с появлением первых образов конституционного содержания, то есть образов катаколмы, существует несколько аспектов данного отрезанного сюжета. И первым аспектом становится совсем не иллюстрация евангельского текста, в котором происходит вот время трапеза, аспальная трапеза или сказ с учениками, в которой размещается предательство Иуды, происходят идеологии, Иудовство это выходит и так далее и тому подобное, но востребуется аспект именно тайцев, а именно, если можно так сказать, это, наверное, христа, структурный ритургический, соответствующий словам Иоанна, словам положенного Госдарства Христа, «сиятворитель моего воспоминания», и составляющий некое единство с теми абхамами, с теми трапезами любви, которые совершаются в христианских молитвенных домах. Я напоминаю, что в период заморали в 4 веке, собственно, еще церковного строительства как такового нет, и первые трапезы христианские, они совершаются в так называемых домах-циквах, в сегрессии, и отражение их может быть нескольких типов. Во-первых, это символическое изображение таинства, которое в одном случае, как мы видим, фотоаплому санкаристу, как мы называемых христианских молитвов, представляет собой соединение двух мотивов. Это не иллюстрация истории об умножении хлебов в рыб, а истории про образовательные по отношению к Таиды вечера и насыщения пятью тысяч пятью хлебами, но как бы отягощенная и дополнительно окрашенная еще одной общеизвестной христианской ассоциацией изображения у рыбы, которые типологически восходят к очень распространенному мотиву римского рыбного тюрморта. Если вспомним дом Юлии Фелеции, например, в Помпеях, то таких тюрмортов даже несколько, и никакого скрытого смысла в этих рыбных тюрмортов, кроме самого факта изображения этих оборудов, в римском искусстве, в римской фреске, нет. И вот здесь это, в общем, плохо по качеству, добавление какого размера изображения, оно наполняется дополнительным смыслом в связи с очень рано возникшей рыбку тертулиану, известной христианской ассоциацией, между анаграммой из пяти слов «Иисус Христос» «Иисус Христос» «Бог и Сын Спаситель» и греческим словом «ихтюс» «Рыба» и тертулиану, однако, в том, что он упоминает, более того, существует такая славноватая в глазах современного частота христианина, и не только пословица латинская «Иисус Христос 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 Христос» «Рыба, жареная Христос страны». Таким образом, что «изжаренная рыба» действительно не просто указывает на Христа, но указывает на расстрастах Христоса. Гроз – это форма, как бы, дюморка, причем, ассоциировавшая с не любого сихтермистической тракезы, а все-таки с ее правовым названием. И вторая форма, она для другого варианта существующая. Это либо Христос, изображен его сказателем с жезлом, подобно Гермесу в языческой сцене, или Гермесу Тауматургасу, или Моисею в еврейской традиции с формом, касающейся традиции Гербаева, но его же место может занимать и его символичество, изображение как флютируцины, мы видим изображение какого-то призема, мы видим изображение амуса, который в копыте своем также держит жезл и касается им корзины с хлебами. Вот эти корзины с хлебами, они, опять же, указывают нам на воспоминания об умножении хлебов, потому что там осталось двенадцать равных остатков, после того, как были ею и насытились пять тысяч, не считая, женщин и детей. Но так, как мы видим, здесь мы видим именно символическое изображение, конечно, очищение. И в гораздо более прямолинейном варианте мы тогда можем наблюдать, в перетекаре, такое же изображение, где красивые с хлебами стоят дяволы с совершенно отличной формой жертвы, и подпочередникам. Спасибо. С тем, античной формой жертвы, и подпочередникам, о которой они должны возблагаться, и, таким образом, мы отслеживаем связь с лирическим репоприношением и связь с тем освещением хлеба в евхалистической трапезе, которое происходит на христианских богатах, но и в самом применении, это самый классный способ, это изображение силу-образного стола, такого, запомните, пожалуйста, этого рамена, вам сейчас пригодится, этого образного стола, за которым происходит нечто совершенно подобное любой трапезе любви, которое и совершается под амациклам, и в данном случае вызывает ассоциацию не только и не столько стоя верящие, сколько с олимпетальством и с так называемым рефрегерием. Рефрегерием, который, самый термин языческий, термин, который восходит к трапезе поминальной, но вот я вам напоминаю, что трапезы евхористические совершались в общественных местах в период до лекаризации христианства именно под видом таких уминальных и язычных трапезе эфрегий. Это то, что касается катакомб. Но как только мы приходим в области официального христианского искусства, то мы встречаем совершенно другое отношение к тайной речи. В первых ранних христианских официальных изображениях место в дальней вечере оказывается уже совершенно другое поле. Это уже не отдельное символическое изображение, касающееся непосредственно одного из главнейших таецов, собственно, единственного таеца, установленного самим крестом, а место в более или менее длинном цепле. И вот сейчас я вам показываю уже два пламеника. В одном случае, где я в Венаме, в Венамеле Арассанское, это кодекс, это пропись, которая дается в 6 веках, которая была заведена по всей видимости в Сирии и привезена в 7-м уже веке в Венамеле Арассана, когда первая волна эмиграции пошла из востокового Дорава, и вторая процедура уже сухимегалерская, это Раверна, это путь потерь по санкополинаджному, где в рамках длинного ивангурского цикла появляется изображение тайной речи. Вот что характерно, как для таких первых изображений? Во-первых, то, что изображается называемый римский сигмообразный стол, который мы думали, что с вами видели. И за этим сигмообразным столом главное место, где находится, собственно, Христос, это место справа всех остальных. То есть еще соблюдается тот принцип, который для трапезы римской был главным. Вы помните, что не случайно, тогда как Иоанн, когда они входят в горницу большевую уст, спорят, кто будет ближе к учителю, спорят о первом месте. И здесь мы тогда обратим внимание на еще одну вещь. Во-первых, на лице возбежать, да? И именно по Христосу мы видим, что возбежает определенный специальный клуб, на котором есть клины, отсутствие внутри клиники, которые ставятся, может быть, радиально, по отношению к сигмообразному столу, и это нам потом понадобится для выяснения этой конкретной вещи. И что здесь уже присутствуют два аспекта, да? Ведь картинки, в общем, достаточно подобные, символы подобных друг другу, знаете, чего мы должны сказать? В первом случае некто, кого мы пока не обознаем, мы можем как-то опознать по силым волосам и бородам Павла и Андрея, но не более, там был притраж, естественно, Андрея, но не более, а вот некто обмакивает руку блюдом, да? И символы два, описывая, да? Начало трапезы, говорит, «Вкладывают куста престола, вот правда, вот рука предающая». У меня сам вот это стало, это цитата из циркового псалма. О том, как узнать Иуду, и кто именно обмакивает руку блюдо, мы в дальнейшем будем говорить достаточно подробно. Здесь пока посмотрим на еще один аспект, связывающий, это наше, так называемое, историческое изображение Тайты Вечеря, с подоконным словарем. Вместо аванса пасхального в рамонской лазейке, и не только, кстати, это будет потом, например, в Голубском псалтере, на блюде находится все та же рыба, да? И еще, сто лет назад, я понимаю, что эта тема идет с новоисследователя, а она до сих пор так и ждет, да? Потому что никакого текстового обоснования, да? Никакого какого-то более внявного осмысления того, почему в Голубском взрыве кроме ассоциации с подоконным словарем, да? У нас нет. Но эта ассоциация достаточно устойчива, да? И достаточно прочна. мы отчетливо можем сказать, что, действительно, в катакомбе московстве изображение рыбы, я указывал на тело Христово, я вам точно переводил еще эту пословицу про жертвую рыбу, да? И, по всей видимости, круг ассоциаций именно того. И он дожимает в 6-м, до 9-го века долгимскую церковь. Следующий этап, если мы говорим о запахно-христианском мире, этот этап связан с некой переменой, с осовремениванием способа изображения тайной вечери. Переход от симвообразного к овальному сколзунку, на котором все равно, как вот здесь в Сокремитарии и Дорогана, это Каралинское время, это 820-е годы, а это вот, а с двумя соревнованиями, это переполки, евангельские чтения, император Евгений II, это уже Атландский Венессанс. Так вот, и в инициале служебника в Сокремитарии, и в переполках Медриха там присутствует такая странная посадка пристава, как бы полусинит и стол становится миндолевимым, манервообразным, положенным на древнюю сторону. Но вот уже в тысячном году на этом обведении мы с огромной легкостью можем опоздать Иуда иуда отделена на стороне сидит по другую сторону стола и обмагивает кусок в блюдо по слову Христа. Среди прочих апостолов мы по-прежнему выделяем братья Петра и Андрея просто по нашему последнейшему ассоциациям айбару. Берем кезотейских памятников, где они изображены седыми, у Андрея такая характерная прическа, у Петра короткая прада и здесь Петр очень подобно семей в сцене молитвенов тут же находящийся ну вот теперь попробуем посмотреть какие еще акценты делаются в правильном серебряном только один молитвен акцент на установление танцев я говорю сейчас о раннем средневековье именно потому что именно таинственный аспект станет актуальным несколько позже и вот эта фраза которую мы услышали на долл а и 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 Это только один единственный памятник. Это для Галгерия Леонгустинова Томберийского. Более того, одна небольшая часть миниатюры, состоящая из 12 клим, делает акцент именно на том, что он благословляет чашу. В других случаях мы видим, что это либо диалог, либо показание на Иуду, и иллюстрация совершенно других слов. Вот сейчас по этой картинке, которая довольно широко датируется, очень другим горизонтам. По всей видимости, в первой половине веселения 12-го векра Христо в Луангуре, в таком веселении Луангвит, в цепи святого Мартина, в этом два момента, на которых я хочу вашему роде остановить. Христос и протягивает кусок Иуде, сидящего уже по другую сторону стола, в горизонтальном пути, в совершенно современной форме. И одновременно им обмакивают блюдо, как это уже было в Артурском и его генерии. Вот я сразу хочу пояснить, может быть, окажется странным, что я показываю такие вот венокие памятники отдельно в зеркале. Естественно, за каждым таким памятником стоит традиция. Естественно, когда мы говорим о микрографическом методе, то совершенно последнее дело показывать один настоящий памятник, если только это не очень ранний период, который сохранил всего памятник 2-3. Но вот за этой фриской, с качеством причащения урода, за ней стоит действительно лиан, состоящий из десятков изображений, а она просто неплохо сохранилась, и у постели она такая заметная. Что у нас, собственно, здесь на ВВД? Если в случае с Артурской миотюрой иллюстрировалась в Матфеи 26, опустивший со мной руку блюдо, этот придаст меж, то есть и вот этот ломалифм уже виден, то здесь совмещаются два Евангелия, и Иоанн, и Матфей. И Иуда одновременно и получает кусок от Иисуса, и Анбакуна в кусок подал и весиловую из природы, и опускает руку в блюдо. И вот это вот совмещение двух сцен, оно получило в науке название «кощенственного причащения урода». И оно будет дальше подробнейшим образом обсуждаться именно в связи с тем, что возникнет в законном уголовье такой серьезный и актуальный вопрос о том, а что собственно произошло с Луны, и причастился ли он вместе с другими опустами, присутствовал ли он на таинстве или ушел раньше. Пока получается, что он причастился, но он причастился в осуждение себе, да, кощенственного. Дальше мы увидим, как концепция этого вопроса будет меняться. И вот такое отдельное положение юга, запускающего в блюдо, да, или просто находящегося, да, под руку в сторону стола, оно около 12-го века и дальше по меньшей мере, до середины второй половины 12-го века по всей Европе, да, подчеркиваю, и в итальянском возрождении, и в немецкой кутике. Будет общее место. Поэтому я сейчас показываю, часть страстного цикла соглашена у многих, да, где опять мы это не повторяем, и он опускает, и он получает кусок, но отдельное положение юга сохранился до, например, контряда Регастардио, да, и его фрески в «Терапезные сказания Паполония», которые он еще образился. Но стал убить, да, к 17-го века сложена такая емкая форма, которая показывает нам, что романско-готический запад в первую очередь интересуется вот этим аспектом, да, аспектом предательства Иоды, его присутствия на тайной речере, указания на предателя, да, и все меньше и меньше и меньше интересуется вопросом передачи тариства. И еще один мотив, мотив устойчивый, который тоже очень, как раз, еще всегда передаваемый, да, иллюстрировать все то уже, ту же 13-ю главу Иоанна Иоанна, и после этого пуста вошел в него сатана, да. Собственно, если мы внимательно почитаем Иоанна Иоанна, то мы увидим, что два момента, да, два момента, связанные с двумя разными абсолютно позициями по поводу Иоанна, как всегда, по поводу того, когда же, собственно, сатана вошел в его, да, так как Матфей пишет, тогда вошел сатана в одного из двенадцати, и происходит это в великую среду, когда он отправляется к первосвященникам, да, чтобы спросить их, что дадите мне, я принадлежу. Вот по Иоанну, да, это происходит именно после этого пуста, из чего происходят уже, ну, разнообразные толкования, и вот один из таких популярнейших трактатов готического периода, да, ранее 14-го века, логово-саксонского «Жить Христа», он объясняет этот парадокс, да, что неудобно причастился со всеми, и при этом в него вводит сатана, что кусок Луды, тот, который Христос обмокнув и муквадал, Христос не благословил, да, что он о нем не благословил, сказано сие творить в моем знаменате. И вот перед нами целый ряд изображений, два, две немецкие библии середины эфирного двенадцатого века, а это рельеф из «Собора Бальтерии» в «Каскариса» от «Жить Христа» где мы видим разное указание на то, что будет входит сатана, вот это вот черное существо, да, он вместе с муском, и опять же здесь, да, черная птица, а в рельефе мы видим, что у некоторых кусает его за руку, да, как у русского страобраза. Но существуют и гораздо более ежитейские, да, варианты изображения того, что высок Луды не благословлен, да, и что Луды причащается себе в осуждении. Это даже немецкий мастер, так и юридический мастер конца пятнадцатого века, но тут масса разных удивительных подробностей, и мы уже друшим фронологию, чтобы показать вам вот эту вот вещь, у нее есть все эти замечательные аспекты. В частности, мы видим, что Иуда причащается, да, он, причем причащается не просто, а к нему присутствует именно причастный хлеб, именно обладку, остину, да, но на Иуду здесь существуют замечательные указания, он, он жёл там, он рыжий, да, но после выхода знаменитой книги Мишель Пестурова, да, «Самболики света» все про это знают, но хочу вам сразу сказать, что это все очень красиво и замечательно, но рыжим Иуду мы вам не встретим. Это действительно, это дело достаточно редкое, да, обыкновенно до конца пятнадцатого века и никто вообще особо не обращает внимания на то, как конкретно выглядит Иуда, да, и какая у него нежность, да, в двенадцатом, даже в двенадцатом веке, а каких-то особых предметов его нежности речи не идёт, да, но тут оно помимо, так сказать, какого аспекта его внешности, да, достаточно проработка, апостолы активно выражают унижение тому, что он защищается себе в воспитании, если отворачиваться один даже, изо всех сил сморкается на уши, да, в следующем себе речник, но, вот, собственно, есть несколько работ, да, связанных с тем, что именно здесь резервируется такая вот тема того, что апостолы распознали, если нехорошее, в том, что сейчас происходит. И ещё один вариант, который датируется ранее в тринадцатом веке. Время ухудшим высокого года – это время заборисовок имени Атёра Псалтия Привоги и мозаики венецианского санглаха. Это некий такой переходный вариант между сигма-образом столового положения креста на подсчётном месте справа от остальных и урлеаном с столом уже протяжённым, да, и положением креста на церковь. Мы видим, что вот здесь, да, в связи, во многих случаях, с византийскими образцами, минимум, с образцами проектов с церковь, это здесь присутствует. Но вот здесь вот всё подробно мы говорим о том. И вот теперь мы обращаемся к ещё одной теме, да, которую мы видим везде, но ещё не комментируем. Это Иоанн, возбежащий в будильнице куда. Собственно, мы эту подробность читаем только у Иоанна, в своём примере. Иоанн, да, который называет себя, естественно, не в первом лице, да, а и по законам Жанра, и в соответствии с его пенсусным смирением, один ученик, да, или ученик, которого любил Иисус. И он, значит, разлежал на груди Господа, да, и сильно поздоровел и знал, что он спросил, кто это, он говорит, да, и он, прямо в груди Иисуса, сказал ему, Господи, кто это? Вот объяснение эмоциональное, да, этого момента, да, оно начинается с раннего XII века. Вот это, к сожалению, плоховатая, да, картинка, но она самая ранее из изображений того, что называется униопистика, мистический союз учителя с учеником. Это молитвенник Максима Петерберейского, служба Иоанна Георгиместу, и вот тут они изображены, даже, как бы, в изоляции этой вечери, самостоятельная сцена. И здесь же рядом мы видим уже около 1300 года сделанную такую нидерландскую скульптурную группу, тоже, как и нечестная вечери, это скульптурная группа для самостоятельного созерцания. Такие, ну, большие, генотические, деревянные, как правило, скульптуры, они имеют специальное название – «Андарсбюльт» – «Огласно-почистимое созерцание». И это такое высшее доверие, да, между учителем и учеником, оно приобретает свои глагования. Вот, например, о глагованиях еще будем говорить позже, да, но мы сейчас видим в рукопись середины XII века, да, это называемая «Варализованная Библия», рукопись, которая имеет гепарные нидальоны, скуминтированные, и если в одном нидальоне, да, она изображается, оно, собственно, сарвизует цимул, в данном случае, цимул где-то назоветный, то второе – в комментарии. Для кого, собственно, создавались такие опписи? Впервые такая оппись была создана для молодого Людовика Святого, да, в качестве наставления по заказу его матушки, Бланки Костильской. Что же здесь за ассоциация? Мы видим, что лестница Иапа, да, и камера, которую положил Иапа в голову, перед тем, как видите, высоту, да, а лестница соединяющая нервная зерна, ассоциируется с самим Христом, да, и это тот камень. Помните, что произошло с этим камнем, когда Иапа послал своего сна, да? Он говорит, он устраивает из него жертвы, и это страшное место, этот дом нужен вратами местными. И в комментарии, на самом французском, мы читаем именно эту ассоциацию, что камень Иапа – это и есть грудь Иисуса, который приклонил к этому святыню богу Иоанна. Надо сказать, что по этой ассоциативной цепи есть, как выяснилось, гораздо более простое археологическое и историческое объяснение. Оно совершенно не отменяет эти все толкования, но может быть, да, может быть, Гераланд, говоря о том, что он прибавку людей Иисуса спрашивает «Господи, это кто это?», да, «Он Ануки Петра», имеет ли не совсем или не только это? Когда Александр Иванов работал над своими близкими эскизами, вы помните, что это начало 50-х, что это огромная работа, он выписывает огромное количество литературы, читает огромное количество текстов, в том числе текстов, связанных с античной историей. И вот, комментируя свой эскиз «Петерные вещи», он цитирует в «Жизнь описания Витерия» у Светония, где описывается пир и возлежание, так вот, вредок, да, где он показывал преподикулярно, да, радиально к этому седьмому обратному столу, и некто задает вопрос своему соседу, и, чтобы услышать ответ, он должен обернуть сердечку и положить голову его на плечо, да, потому что они лежат вот так вот друг за другом. То есть, в принципе, да, эта логика возлежания, она предполагала, что чтобы побеседовать с тем, кто позади вас, да, вы должны фактически, да, припасть к его груди, чтобы услышать его ответы. И не случайно, да, вот эта тема, да, она будет, давайте, вернемся назад, да, изображаться несколько иначе в случае с картинками сигма-образов по столу, и изначально, да, в шестом веке или вовсе не будет. Появится она, сколько ни признаваемых вариантов, только в 12-м веке. Именно тогда, когда она не совсем утратит ассоциации с какой-то, какой-то, какой-то комплектией. Теперь поговорим немного, прежде чем перейти к позднему памятнику, то про образования, связанных с причастием, да, и связанных с иммунитаристом, да. Вот в качестве пронузов того, что совершается на алтаре является «Виспоминание и вода и речи», в самых ранних памятниках, а здесь перед нами, да, на фьер, в мозаике серебряных часов и легальность «Призбитерия» Сан-Виталий в районе, ранне-византийского памятника, построенного в работном закладе. Мы видим иллюстрацию текста Месси, когда в причастных армониях упоминаются призыв Господу принять эти данные, так, как он принял дары Павеля, Ки, святейшего праотца Авраама, и священника, да, Бога Вселенного, Бога Вселенного, Матиседека. И эти три персонажа, разделенные в их столетие, если не тысячелетие, они объединяются здесь, вокруг лонаря, в первой, такого типа композиции, которую можно назвать более поздним термином, но который может быть здесь вместе. Это термин «святое собеседование», да, то есть, термин, связанный с их совместным предстоянием, больше святыми, да, и совместные правообразовательные роды. Обратите внимание, что к одному и тому же престолу, который вылежит, так же, который престол, который здесь же внизу стоит, да, и в котором сейчас священник возносит дары, ставят Павел с послушным шадрамом, поскольку дело происходило в шестом веке, это послушный шадер у него обязательно с фронтоном, хотя и соломенный, да, и Мерфиседа со своим возникой. А в отношении Авраама оно имеет два аспекта. Опять же, из такого же воздушного жака, где находится Сара, он выносит тельца и угощает Троицу, и тут же, пересточив через энное количество лет, но мы не будем обсуждать, сколько по метрашам тридцать с чем-то, в книге «Материя» не указано, но в любом случае, сколько лет прошло, он уже собирается перейти в жертву Саарта. То есть, вот это вот первый случай, да, тогда именно под влиянием ультургической реальности совмещаются несколько разновременных моментов в едином ново-газовательном цикле, который при этом иллюстрирует конкретный момент Мерса. И ровно этот же монон, что подтверждает, в любом случае, будет присутствовать и в алтарной части уже в позднем шестого века равнянцевой церкви Сану-Кулинарного и в сакраментариях. Бог уже знает, что сакраментарии – это служебник. И молитва причастного комона начинающейся фразы «Те иди ту, применди себе папа», «Тебе подобают в сакраментарии отчая». Она включает в этот сакраментарий Дрогана «Ария», «Абраама» и «Медисыдык», а «Недременных все тем же текстом леса». Вот это самый классический вид право-мазания. И, может быть, надо еще иметь в виду, что, конечно, западный мир вот так вот сильно держаться, как в королевскую эпоху, за ассоциации с богослужением, за не очень доступный человеку, даже, собственно, и священнослужителю, не блещущему ученостью, круг ассоциаций довольно быстро вы заметили. И довольно быстро вместо вот этой тройной шифры в качестве буквы «Т», окрывающей причастный канон, будет избираться распятие, что будет гораздо проще понять. Ну, а теперь мы пристать вам в плане про глазователям к периоду самому трудотворному в этом отношении. Это период с второй половины XII по середину XV века. То есть тот период, который, условно говоря, для Европы является временем распространения готического стиля, да, и одновременно максимально для северной Европы ассоциируется с востребованностью нового метода. Это метод согласования заветов или технологический метод. Что это, собственно, означает? Да, конечно, представление о том, что некоторые события Ветхого Завета прообразовывают события нового, как мы только что видели, они имеют гораздо более древние, курни, да, и вообще-то еще об этом в дохристианское время филон Александрийский писал, да, что прообразовательная роль событий, аллегорическая роль, аллегорические варианты прочтения возможны, но, начиная с позднего 12 века и по рождению алтарного образа для капеллы в Нидерландах 15 века эта тема выступает как тема наглядная. Вот с чем это может быть ассоциироваться? Чем это может объясняться? Дело в том, что в искусстве нотики те образы и тот круг ассоциаций, который до этого в романское оближение предназначался для избранных, находился в рукописи, да, предполагал просвещенного, подготовленного читателем зрителя. Теперь становится предметом пробок и переносится в монументальные формы, да, в большую форму смешивую аудиторию. Но давайте приведем такой пример, который вечно не очень имеющий отношение, что первый масштабный цикл, в котором событие в основном это метраж в северный метраж и, конечно, очень бы хотелось думать, что вот найти хотя бы какой-нибудь текст, в котором говорилось бы, что пластырь наставляют, пластырь показывая скульптуру, изображения такого не знали. Но сами монументальные формы, сами крупные формы изображения, они уже предполагают, что они предназначены широкому зрителю. И, в принципе, когда стима монтализируется, а когда изображение монументализируется, оно автоматически становится, должно стать более доступным. Итак, какие формы таких монументализированных изображений блок на странице полноступожного, а отделку кафедры. То есть вот кафедра проповедника, которая была сделана Златым Кузнецом Николаем Берденским для монастрия в окрестностях Вены, в самом конце 12 век, в 82-е годы. Соответственно, три ряда изображений строились по тем законам, по которым строится концепция истории у сложенного нового стиха. Дон закона, пол закона будут благодарить Андре, Герсун, Ревиацион, Ревиацион, Герсун, Герсун. И такие вот три любимых полосы имеют еще один способ прощения, вертикальный. И таким образом, тайное вечерие, где мы видим вот тут все-все, и качественное восхищение, и оранжевого ни господа, и все-все подробности, соответственно, до получения сбережали Моисея, изображение все того же Мелхиседека, который был царь Саверного Священия и Бога Вышнего. Ну и, наверное, здесь аудитория показана давно, да? И вы помните, что Мелхиседека, священский Мелхиседека – это прообраз священства Христа. Да, ты не речь, молек, почины Мелхиседека. Вот Мелхиседека приносит хлеб для народа, который носит в дарник. И, а пол закона, да, это такая тоже красочная партия, изображающая хлеб небесный. А аром, старший брат Боисея, древосвященник, да, уже по закону Израилеву, да, он в Ковчег Завета выбирает вот этот большой сосуд, да, этот сосуд с манной. Это тот единственный гамор Манны, та мера Манны, которую разрешила бы сохранить, чтобы помнить о том небесном хлебе, который евреи получили в кусты. То есть вот два таких прообраза. Это Христа и Горософия. Дальше определенным образом развивается искусство. Тут мы сейчас в одной лекции, да, я могу вам только попробовать показать метод, да, но, конечно, такие искусства, они предполагают, что человек уже, так, прослушал курс Искусств Средних веков, он уже понимает, какие формы изображений были, да, как они воспринимались, где они находились. Но сейчас скажем только, да, что к началу-середине пятнадцатого века. В богатых, посвященных, с хорошим кругозом торговых городах для нового заказчика, как правило, это либо благочестивое семейство, либо это корпорация, доступны две формы вложения, там, благочестивого вложения денег. Либо витраж, что пораньше, да, и вы, наверное, помните, что в витражах у него всегда изображается какая-нибудь, например, там, корпорация мясников, да, или корпорация моченов, так, которые заказали, оплатили один из витражей Тренбуржского завода. Либо же то, что называется лектаблик. Зал для маленькой капли, который находится достаточно близко к глазу, который находится в маленьком пространстве. и его можно взяться. И вот для таких запахтарных образов, как в данном случае, да, это «Тайная речь», написанная леком голосом для Лувынской ратуши, да, та же самая тема согласования зарядов, та же самая тема технологическая, она просматривается тоже достаточно ясно. И здесь «Тайные речи» соответствуют «Четыре пропорции евхаристов, из которых мы один уже знаем хорошо. Это встреча Абраам и Ефиседе». Причем вот здесь мы не говорим о стиле, да, не говорим о том, что в середине 15-го века Абраам представил «Тайные речи выцарские наследства», «Тайные речи» в епископском влачении, да, в соответствии с тем, что Абраам в это время в Метислотов воюлся с этими царями, да, соответственно, он воин был, да, в момент «Тайные речи» священник Богорюшнего, и даже в Драхареве. Вторая сцена – и все стоят приповязаны с косками в руках, и некто режет пасхальный ланс, это исход из Египта, становление Пасхи, да, режьте его с поспешностью, да будут посохи в руках ваших, и счастье вашей приповязанной – это пасха Господа. И, ну, кто-то мог бы даже догадаться, что он делает, с тем, кто-то существует в 8 лет, это сбор маны, и про маны мы уже знаем из «Колстер-Новерского алтаря», и, наконец, последняя сцена, нет, с битвы будет там, где у него стоит пища, вот она там. Опять «Меместный фред» – это история о пророке Ильи, о пророке Ильи, который обитает в Абраевскую струю. Вот такой круг пророков, мы задали себе опасно, откуда они, собственно, берутся, Как составляются такие программы? Такие программы, конечно же, составляются заказчиком, который, как правило, духовное лицо или по просьбе заказчика, неким наемным духовным лицом на основе и толкования, наподобие ординарной гнессы, такого центрального типа толкований, и, например, богослужебных текстов, в частности, известно, что «Классный алгарь», и мы сейчас это еще увидим, он во многом основан на беснопение в пасхале. И вот сейчас мы перейдем к более понятному и более ориентированному на светского, не очень образованного зрителя широкого круга. Памильнику – это судья, сначала рукописи, а потом гравированные лица, это Библия верных и социологического спасения. Оба типа изображений созданы доминиканцами и созданы в XIV веке, но немножко раньше, но мы немножко позже. Мы помним, что доминиканский орден, да, это орден, появившийся в начале XIII века, в разгаре, в Амбекусской ересью, собственно, борцов с ересью, это орден именно борцов с ересью. И именно доминиканцы занимались таким вот догматическим просвещением народа. Замечательно, что больше всего и лучше всего это получалось на севере Европы, в Германии, в Ветропах, где довольно быстро первое, в результате, что возгласились, это локумация, национальность, было издано в Страсбурге в 1934 году, и это был еще рисованной, такой, но очень дешевый, ветровой. То есть, постепенно эти изображения стали гравировать и продавать в виде отдельных листов на руках. То есть, традиция, которую нашла потом, вплоть до нашего XX века, если мы включили Шмелева, да, то там собирают такие гравированные листы, да, его любимые дворовые люди. Но суть в том, что она, вот это название «Бедная Паука», да, «Бедная Паука» предполагала, что небогатый, благочестивый горожанин, там, подкопив денег, покупает лист за листом и собирает у себя такую вот благочестивую коллекцию изображений. Которые строятся по тому же принципу. Изображение новоизоветное, пророки, их два лет визоветных пророках, Абрамов и Кициде, сбор Манны, в «Завицаре спасения» все может быть еще более просто, да, вот тут опять повторяется «Тайная вечеря» – Манна, становление пасли Абрамов и Кициде. И вот теперь мы только, и теперь мы понимаем, да, что однажды Голдс, создавая эту свою большую монументальную, ну, не монументальную, естественно, да, на самом-то Стамбово, исключительно, современного искусства, такой масштаб, он достаточно верен, он опирался вот на эту мощную, вот такую незабуденную традицию, в момент, когда Грибову спешит свою за эту вещь, то есть «Волное Таинство», такого типа прописи Мидерландов и прокуророписи, да, существует уже листом. Еще одна тема, да, связанная с инфхаристикой. Это тема лизунгическая и направленная на изображение реваренного, присутствия рыска в дорогах, да, и мы опять возвращаемся к сакраментариуму и опять мы обращаемся к той теме, которая характеризует Каравлинскую эпоху, характеризует девятый век как век абсолютно пророческий по отношению ко всему западному среднему веку, когда формируются такие вот штучные отдельные образы, да, изображающие иногда довольно сложные богословские понятия. Мы поможем сейчас к сакраментариям служим. Итак, «Пресвятую» – это «Саху, Саху, Саху, Саху Богословов», «Свят-свят-свят-свят, достой славов» и, соответственно, этому тексту богослужений, что на Западе, что на Востоке одно и то же, да, это «Перенесение Даруцем Престул» и то, что Мы все знаем, как мы любим эту песню, да? Итак, здесь то, что действительно Христос в дарах переходит на престол, выражается не только в том, что хирургимы здесь присутствуют, и в том действии, который поется, как на закрытых и на востоке, там говорится, что мы хирургим детально образуем, что мы предстоит у хирургимов, но и в том, что во многих случаях в руках у Христа, царя всех, по-английски в невидимой, на все учения, а руку во руках его невидимо носят, как триумфатор. Этот вагон, еще он очень наркотичный, он показывает, как триумфатор на щите. У него в руках находятся причастные люди. Христос входит в дарах. Замечательно, что если для IX века вот эту литургическую миловательность ее можно передать таким простым способом, причем тут еще будут приснилили, как земель и земли, это море и земли, вот так, по-русски небеса и земля, величество слава твоей, связок с слов, это измечает земля, римская богиня Терюс с близнецами у груди, море с рефиром, тем самым змеем, в котором с третьим псалмем упомянутым, то для следующих эпох, это будет сам механизм передачи реальности присутствия Христа в дарах, будет немножко другим образом. Вот этого еще не касается, мы говорили о нефактологии, о том, как, что интересует человечество, а вот сама реальность того, что тело Христово присутствует в дарах, у нас будет передаваться двумя, даже не двумя, а больше, простите, разными способами. Ну вот перед нами, да, вот это изображение, это Саверанская слоновая кость, да, и кто так толком не знает, где она, собственно, находилась, то ли преграда, то ли передние стенки алтаря, есть такой устойчивый термин Саверанский антипендий, но, судя в том, что это середина 11 века, и вот эта Саверанская слоновая кость, в ней совмещается умножение хрибов с дальней вещью, да, и этот хлеб физический ассоциируется с хлебом до этой вечери и с хлебом жизни. Гораздо более прямолетней. Все делается в 1200-м году. И это, конечно, связано с изменением зрителя. Вот этот картинк, который мы уже видели, вы мне ими в грудь, да, как мы обсуждали, в салтире в гиппорте. 1200-й год. Датская принцесса, она в очень короткое время была жена французской королевкой в августе, буквально несколько дней, там что-то такое случилось, нехорошее, ее быстро втащило в монастырь, но она успела получить такую заказную купись с замечательными романами. И вот здесь мы видим, что благословляя храме, Христос держит в руках не просто хлеб и вино, да, а причастную чашу Харис и гости. То есть здесь ассоциация совершенно прямолинейна. И надо сказать, что этот вопрос присутствия Христа в дорогах, прежде чем мы будем говорить о той угрозе, которую он доставлял для этого катасской ересь в конце двенадцатого, начале тринадцатого века и обсуждать место в Альсене, я приведу пример, который не имеет изобраленного воплощения, тем не менее очень красочный. Это пример уже сверху из мистиков. Вот сейчас мы переходим, да, к тринадцатому веку в область именно мистических опытов, а мистического опыта, который подтверждает, например, в том числе и истинность присутствия Христа тогда. И сейчас мы обратимся к францисканскому ордену. Как известно, сам святой Франциск не был рукоположен, он всячески пытался избежать имени или практически носился рукоположением Диана, а священником он не был никогда. И вот из всех его братьев в этом ближнем кругу, его собственных товарищей только один, был священником. Бернард спиртовали. И вот брать Бернард служит Мессу, и он так плачет, когда возносит дары, что он говорит, примите, едите, сие есть, принимая дары, а тело мое сказать не может, потому что он не штренает. И он видит, как Христос медленно не входит в дары. И, наконец, он как-то укрепившись договаривает, да, сие есть тело мое и видит, что он рисует дары ваше. То есть вот эта вот реальность, она уже через мистический опыт, да, становится абсолютно визуализированной. И это перед нами двадцатые, тридцатые годы тринадцатого века. Что же происходит институционально? Появляется новый праздник. И появляется он вскоре после формальной победы над арбикойской ересью. Но я сейчас не буду, ну, о том, если говорить арбикойческому вопросу, углубляться в то, что такое такие катары арбикойцы. Мы не будем, скажем только, что это огромное такое поветрие, да, которое поражает Италию, особенно вид Франции между Туруцией и Альбии, да, всегда важно в том числе и арбикойческих причин. И, на самом деле, нас будет интересовать то, что катары полностью отрицают все церковные таинства, да, что у них есть своя система таинства достаточно запутавленная, да, но и с причастием у них вообще особое отношение, да, вот с причастием они отрицают полностью, всячески на этом смехаются, там всякие нехорошие ассоциации у них возникают. И вот формально, да, формально арбикойский крестовый поход состоялся, формально неисподавлено, вот, военную кризику, ассоциация, да, были столкни в голове, сожгли, да, количество людей, но очаги ее продолжают быть в Европе, да, и сам групп таких акультных разного рода ассоциаций, которые до сих пор вокруг католизма существуют, да, и потом свидетельствуют красочные. Так вот, очень кстати, в начале 60-х годов происходит чудо, да, чудо на месте в вальсе. Значение этой ученики христианского оружия, оно изначально, поскольку вот эту вот фрезку, даже бы нам знали все, да. Это фрезка из «Бафаэля Кусталс», да, которая так называется в Мессе в Барсейне, из «Станц» на религах, и она иллюстрирует здесь установление одного из важнейших именно замок христианских праздников, связанных с почитанием святых даров и христавных праздника, который на Востоке неизвестен, именно потому что Восток имеет совершенно иной литургический опыт и совершенно иной опыт исторический, да. Глаз в 1263 году, совершивший паломничество в Риме, ничем не примечательный маленький вагерский священник, военный Петр Пражский, возвращается на родину и, соответственно, он не оселит от Рима, останавливается, чтобы, как повелевая долг привлека, отслужить Мессу ежедневную свою, было маленького в Мессе в Барсейне, это итузские вальсинии, это кружечный торговый город, и вот во время этой Мессы он стал наслушившись уже время в разговорах разных и эти как, да, он не то чтобы даже усомнился, а начал смиренно молиться со словами «Господи, покажи мне, да, мне хоть как-нибудь телесными моими органами чувств, понять и увидеть, или как-то иным способом понять, что ты и правда присутствуешь в этих дарах». «Господи» 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 — «Господи» 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 прихода в Приморске. А удар со всей деревенской пышностью, вместе с тем явно требующие денежные предложения, дело в том, что эти бритонские англосы, они назывались приходские аккорады, они образовывались в тех местах, где христиане при очень богатых, потому что они выделывали каноты и доколали храм парусов Королевского флота. И поэтому денег у них было достаточно, а вкус оставался вкусом деревенского человека. И вот они себе настроили таких замечательных церквей с композициями головы из 200 персонажей во дворе, но и вот с такой замечательной католической красотой. Поздний 17 век. Это алтарь святого таинства, или алтарь-пункт Грунии, где были ангелов и святых, поклоняющихся специальной формой реквари. Реликвари в виде солнца с вставкой из прозрачного стекла или горного фруста, где, собственно, их содержат гости. И наверняка многие из нас видели, когда входите в какой-то урочный час, в католическом церкви, в Италии, в Италии, в Франции, когда безмолвно сидят люди и поклоняются, созерцают в молчании такой вот реликвари, который называется «поскенсури», поставленный на алтарь. Это и есть часы евхаристической адорации. Это отдельная тема, отдельное видное служение, которое совершается для священника, для присутствия священника и, как предполагает, «маниэлизм – это искусство, возрождение маниэлизма». Один июрский памятник, который должен упоминаться полностью даже представления о том, что маниэлизм – это искусство богу светское, даже с ней презрение к таинству совершаемое, развеет. Потому что это одна из величайших маниэлизмов, делка Панторма и его снятия с креста из флоретийской базилики Сан-де-Филичина. Это же маленькая татанда, но в данном случае я хочу показать вам не только что здесь, но как это стоит. Это Пантормонс – один из немногих авторков Панторма, который остался на своем месте, который никогда не переносился. И вот здесь Мадонна Дель Парта, беременная дама, который наблюдается за судьбой своего рождения, и, сняв с креста, креста полагают сюда, на орубальное место. То есть он здесь визуально, оно будет положено на то место, где уже растерянный гурдический препарал, и оно одновременно, согласно усвоившейся символике, зафиксированному в определенных текстах, прислог, в данном случае, изображает гроб Господь. Когда на него стоятся дары. Ну и еще несколько, совсем замечательных, уже поздних средневеков, как и даже ранее много времени, картинок – это отдельные композиции, которые связаны с почитанием страстей, особенно плянотики, и с возникновением особых служб, даже не от святым дарам, а частям этой звук. В частности, композиции связаны с почитанием святой крови. Это источник жизни. И вот в год 15-го, в 18-м году, при нами два алтарного комбаза, а в одном случае, в Куртугальском алтарного комбаз, королевы с семьями 13-го века, во втором случае, такой маленький нормандский с Буртуха на конце 17-го века, алтарного комбаза. Кровь Христова наполняет чашу бассейна и ассоциируется с животворящей благой крещения, и в народе и поклонится в данном случае сама персонификация церкви. Она основывается на крови Христовой, и тут, конечно, из некоторых ощущений меня здесь не будет, потому что перед нами чаша, которая, понятно, что мы купили христианцев, и вот кровь Христова приносит многочисленные плоды. Вот этот благочестивый застав, это варенье и компот, это и есть те плоды, животворящие крови, которые рукой, как Голос Муратов по совершенно другому поводу, начертаны рукой варновской благочестивой. То есть рукой, в общем, наивной и без искусной, но не менее от этого благочестивой начертаны. И это вычитание крови, оно базируется на конкретном тексте, вместо своей крови, которая, начиная с позднего 13 века, отдельно снуется, и, соответственно, возникновение дополнительных ассоциаций с кровью субботой во время распятия и возникновение в рыцарском эдосе отдельного направления в Харгавале. Причем, мы купили Харгавале, это вполне юрическая штука, что это некая чаша сроднилого гузабелия в кинской системе технологической, но вот с конца 13 века и дальше кроваль – это та чаша, в которую Иосиф Аримафейский создал кровь спасителя. Дальше там с ней будут ассоциации с катарским сокровищем, что они ее скрывают. Но если мы почитаем, например, самое позднее из изложения артурского цикла Томаса Мэлори, там будет совершенно отчетливо говориться, что кроваль – это чаша Иосифа Аримафейского, и что гостины ее видят совсем не все, и, соответственно, трое грицарей, они с разными приключениями и босс-фестивалем Калакар, они этому доставились. И надо сказать, что практически одновременно с Томасом Мэлори, его изложением артурского цикла возникает в позиции, где армия собирают кровь, рискнув в причастные чаши, как в этой гравюре из «О большей страсти и бурга». само изображение источника жизни, оно имеет свои ассоциации, причем ассоциации очень, надо сказать, светские. Вот этот вот трипитов, даже через Калакар, например, «Источник молодости» или «Источник вечной жизни» имеет параллели с готическим таким портуазным изображением, где дамы и кабалеры все покупаются в неком источнике вечной молодости, и в них не возникают разные игры, но вот здесь верующие с таким же нескольким светственным восторгом берутся к купели, над которой возбуждается распятие. Надо сказать, что такие изображения в еврею скульптуре. Ну вот, в частности, знаменитый шангольский шангольский колодец поисея, он в целом не сохранился. Еще одна пропозиция. Мистическая тачима или мистическая виноградная пресса. Слово тачима, то, что источает жидкость. И на нем мы сейчас очень быстро, я уже под корольку отсюда не буду утомлять аудиторию. Посмотрим, как меняется от 12 к 12 век восприятие веков заветного сетского. Итак, это Исаия. Может быть, кто-то помнит есть такая книга Джонс Дейвенка и фильмы в ней сняты «Грозди в небо». Время депрессии в Америке. Собственно, это цитаты, и потом покажется, конечно, «Грозди днева, кровь от которых поднялась до москвы. Итак, Исаия говорит о мессии, кто это идет от едоков, червенных рисков, до ссора, от чего именно красные рисы у тебя подкартавшего в качелье. Я тартал, дочил вадим, здорово, что у кого не было со мной, а тартал, вадимей на море, и выкрал их ярост на море, круглых банализов, и запутал денег». Ну, посмотрим сначала, что с этим делается в «Хадзе дожи наслопе». Ну, перед нами рукопись – это «Месса», да, то есть текст «Месса» из штамфейма, где этот персонаж, да, в красных объектах, допущущих в качелье, ассоциируется с Христом, да, но ассоциируется он пока еще, да, только по положению. Пройдет очень большое время, и в последние годы того же 12 века, погибшихся жранировки, которые мы знаем по прорисовкам по сколизару, уже сам Христос будет так дать в качелье, да, и в доминикавском уже, известном нам с первого гомоносеренциалеста, сам Христос снова копчет в росте гнева, и этот живутворящий кровь питает сей таз. Но пройдет небольшое время, и все изменится, да. Вот по известному полустроенному русскому монтаре аналогом входом Иосарим служит принесение грозди из святой земли. И я вам напоминаю вот зачем. К началу 15 века в тачеле Христос не топчет виноград, а ритм сам в тачеле, как виноградная грозь, как тот самый ботрус, как та самая грозь святой из обитаванной земли, пронесенная соглядатой. И ассоциировалась композиция как урокер андеррейдом, как потом гравированный композиция с фразой с фразой с медалием апсаллы Христос обитаванно виноградной грозью виноградной земли, положенной в тачеле. Это пасхальная секвенция, пасхальное песнопение Адамуса Викторского, где Христос называется гроздью винограда вслед заглаживаемого густила. То есть все равно к чему я говорю подробно, что где-то одна найденная фраза у кого-то из святых отцов не является для иконографии основанием для того, чтобы объяснить появление образа. А вот литургический текст, его известность совершенно неная, его известность гораздо шире и возможности его цитировать соответственно тоже. Но и у нас надо сказать, что Виталия Господь, эта тема она дожила до наших дней, когда современное итальянское, особенно итальянское католическое искусство, оно там жило, и в Ватикарии специальный отдел современного католического искусства в Ватиканских музеях. есть гиперреалист Желани Каспаров, он из Бари, из самых активных мест, и совсем недавняя композиция мистической католики, очень интересный автор, где мы видим все те же ассоциации и священников, которые бесчисленные чаши наполняют святой кровью. И наконец, другой путь, путь уже собственно восточный и символический, когда с ряда встали в речи, начиная с 6 века, выявляется изображение крещения апостолов, но не так, как оно произошло исторически. Они не возлежат и не восседают за столом тайной речи. Они приближаются к Христу, как в Расадском кодексе, подобно тому, как предчастник приближается к священнию. И вот в Расадском кодексе в середине 6 века выявили композицию, которая станет потом самым распространенным вариантом изображения. Это дает священния и займет среднюю зону в очень многих амизантийских парнях средневеков, где Христос изображен священников двумя людами виной и хлебом причащали шесть человек арестов. и стол для верящей с крестов. И да, вот этот принцип станет главным для византийского древнерусского мини. Но нас сейчас интересует запас, мы увидим, что на западе с композиции установления таинства появится сначала у доминиканцев в своем цикле для азеринтийского монастыря Сан-Марко тридцатые и сороковые годы в том числе изображает кальмую речь как установление кальства, Христос держит в руках кальц и причащает апостолов не просто раздает им хлебоменом. И в связи с вот этим уже кругом проблем связанных с ассоциацией любой трапезы. С главной трапез пастианского мира Дальная вечеря будет изображаться в трапезе, начиная от раннего 14-го умера, где Дальная вечеря принцесканской базирки с спиритом и трапезы. Далее будут трапезы 12-16-го века, неизвестные нам отряды каскали, на истории Санкт-Полония это бюландарь в двух домах флоентийских трапезах, где композиция в одном случае это Сан-Марко а в другом церкви не будет. будут возникать дополнительные персонажи в частности не очень сильно углубляясь в забавные символические детали или что в Сан-Марко в доминиканском монастыре будет конка а в целом в других случаях в доминиканских алтарных образах будет изображение черного белого пса в одежках со шкулы цвета доминиканской одежки по ассоциации с такой игрой слов доминиканц прогоняющего кота символизирующего все нехорошее вот этот вот кот здесь сидит за именем но вот эти все маленькие детали они в данном случае не меняют общего целого и изменят самым принципиальным образом другой леонардом который перенесет акцент его отдельного положения изолированного с внимания всех связанного с именциумом на несколько другой спект и вот здесь уже иконография кончается и начинается собственная иконология начинается индивидуальное толкование отдельные конкретные вещи здесь конечно общей тенденции в творчестве леонарда и в том что он хочет дать иллюстрацию иллюстрацию того момента как он предшествует добычное изображение когда все спрашивают не я ли господи и пётр подговаривает а он еще не склонился на руке иисуса пётр говорит ему спроси кто что это означает и соответственно апостолы выражают свое изумление все спрашивают а не я ли господи и иисус ответил где говоришь но леонарда находит ту точку в которой температур проявляется перед лицом потрясающего известия которое он освоил от до бурной реакции филипп и зная леонарда зная его интерес к человеку температур зная его зарисовки в записных книжках зумитую историю пересказанную в Азаре о том что леонарда так любил изображать смену выражения человеческого лица часто записной книжкой сопровождал те лидеры которых ввезли осужденных на смерть кашофоту чтобы зарисовывать смену выражений их лиц зная все эти психологические интересы мы не можем допустить программу этой вещи но эта область более менее обоснованных только его информация к поднему шестнадцатому веку и мы увидим что им хлеб жилини раздается нищим двух где по обе стороны Атлтария, с одной стороны скрал Тарида Речи и целого с Бурманом. То есть, по сути, мы сейчас приблизились примерно к тому, с чего начинаем, что активный период иконографического творчества и активный период вовлеченности сакрального евангельского сюжета именно в жизни Церкви, именно в его живую инфаконистическом процессе продолжается с другой реформацией. Существуют более простые прямолинейные способы. Того, что совсем составляет мутивого реформационного процесса, не всем живите. Далее тогда существуют и программные живописцы, как Ван Гуан, с которыми иллюстрируют древние состав Тайна Речи и те, что он дает Богу Христу, опять же, огласку, которую он демонстрирует, завоевает имитими дети, все из тела моря, и остальные поклоняются даром. То есть Тайна Речи приобретает гораздо более простые прямолинейные значения. Ну и, наконец, последний кадр моей презентации, чтобы мы поняли, что еще один есть период активного творчества на тему евангельских сюжетов. Это колес 10-го века. Уже совсем на другом уровне. У нас в России это делается после Александра Иванова, поскольку он задает невероятно высокую планку своим объявлением Мессии, и его другое приемникам, Крамской и Ге, от каждого самого пути. В данном случае я хочу вам предложить просто такое этнографическое упражнение, понять, что же, собственно, случилось с Тайной Речей в этой работе 63-го года Миколай Николаевича Ге, что он сначала получил карьеру, потом у него академику быстро отобрали, и, в конце концов, он прошел очень быстро, пусть, к запрету на любую посылочную деятельность, к полной апаре в академии, и начал стараться по дорогам, и, в конце концов, у него художественная карьера практически закончилась. На чем он здесь основывается? Что здесь происходит не по тексту? Есть одна очень мощная тенденция в искусстве 19-го века, а именно передвижническом, ну или европейском реализме, да, того же периода, да, это свести евангельское согласие к его моральному смыслу, как то, что, собственно, с сыном Толстым произошло, вот, собственно, Ге был здравств на Толстомец, да, к его моральному, поучительному, здравствовному смыслу. И когда Ге в одном письме пишет, «Та это их 30 слепленников?» Я не знаю, кто их угнал. Я хочу показать, как Христос теряет ученика и Бога. И что здесь происходит? О чем он акцентирует внимание? Не случайно, да, эта же вещь вызвала бурную реакцию во всей общественности, все в восторге, да, Георгий Толстой еще не доволен, в самом деле в восторге, Стасов тоже недоволен, но все равно не хочет стоить. Который говорит, «Где же здесь 19-го христианства? Это обнагодаленная ссора веселого поколения». И, в общем, попадает в скотчку, потому что его реакция все равно совпадает с текстом Солоноги. И вот нам здесь выражается, выходящий юг, да, когда югер сам вышел, но давайте вспомним, что везде, да, во всех его иоаннах, и Матфея, и Луки, где описываются, что, собственно, и мы подумали, либо вообще не говорится ничего, да, либо Христос говорит ему, что делаешь, делай быстрее, да, одна из самых страшных фраз, понимаем, что делаешь быстрее, делай, и после этого сюда приходят, все думают, что он сказал, «Поди, дай, что мы будь нищему», или «Поди, купи, что мы будь праздник». Никто не понимает, куда он пошел. Здесь все, в общем, примирение. Иуда, заставив с собой источник света, собирается, наматывает свою конструкцию, Иисус горюет, Иоанн и Петр вскочили из этих мест, в ужасе или в гневе. Но, вообще, знаете, император Петра, он далеко бы у них не ушел, да, его просто так не отпустили. То есть это, действительно, определенная сумма у наших людей, да, в которых, Георг хочет поправить евангельский текст, и показать, как тяжело Иисусу терять ученика и друга, показать тот разрыв, который, в общем, знаком, наверное, каждому зрителю, приходилось делать другу, каждому приходилось переживать нечто подобное. И в этом смысле это, опять же, снижение реворовской планки, именно к житейской интерпретации вещи, которое окончательно потратило свое таинственное значение, да, и даже свое психологическое значение для аналоговского уровня, оно уже тоже довольно сильно видоизменило. Он уступил в некую новую правду, я совсем не хочу обидеться на крючеге, а кругом. Дальше может стоить абсолютно пронзительная, страстная тематика на протяжении тридцати лет. Вот примерно все, да, что я хотела показать. Если есть вопросы, пожалуйста, поднимайте руки, я подпишу телефону, вы сможете задать вопросы. Здравствуйте. Спасибо большое, это все очень интересно. Вопрос, если она с темой лекцией основывается на некоторых видео, которые выложили в интернет, в вашем лекции на институте Пожарского, вы там говорите о том, что в ходе развития игрушеческой фронографии знаковое изображение Иисуса и других песних персонажей уступает образом. Вопросы здесь как-то два возникают. Почему происходит замещение с нашими образами и почему так мало этих знаковых изображений с этим сюжетом, собственно, с тайной вечерей? В тайной вечере, но на самом деле в тайной вечере связано еще достаточно много, да, по отношению, например, к другим северам, но вот тут этот вопрос не очень простой и связан он с двумя разными путями, которые мы пишем, что восток и запад. И там, в какой-то момент решено, да, на востоке это решено законодательно, это с 792 года это одно из постановлений Терорского Сахора, в котором говорится, что мы почитаем древние умы развитения, но вы же чтим благодать истину, поэтому креста, амза, боже, взявшего грех мира, винограду истину, винограду истину, и так далее, и тому подобное, даже перечисляются все эти знаки, изобрази человеком, дабы через глубину его, через его человеческое оценивание его человеческой природы понять глубину унижения его и слова. То есть это некая драматическая формула, которая, заметим, выковывается прямо накануне к наручеству, да, изобрази человека, чтобы было яснее, чтобы он в себе его воплощал, да. На западе стихийно это происходит практически одновременно с востока, да, то есть на западе, в принципе, знакового изображения несколько меньше, но, может быть, да, еще до девятого века доживает маиста славы, да, поклонение Агнусу вместо поклонения сидящему на престоле, и в пасхалиске, и в Александрской миниатюре, но, в принципе, тенденция та же, да, и эта тенденция, по сути, да, в избежании разночтений, к наглядности. Другое дело, что на западе это официально будут выговоры, только уже к тринадцатому веку, когда Ильбран напишет свое изъяснение богослужения, да, в котором будет сказано, что Христа можно изобразить Агнусом, но только на распятии он должен быть человеком, но ничто не мешает изобразить тебе Агнуса внизу Христа или наоборот его. то есть это будет не богословский, а основанная позиция. Позиция связана с наглядностью, да, тот же самый дурак говорит, что Христос может быть двумя способами изображаемым, младенец, 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 человек средних лет на кресте и судья на престоле. То есть это скорее дисциплина внутри изобразительного мира, которая призвана изображать его на чтение. Наверное, так. Ага, пожалуйста, скажем, пожалуйста, существует в саму европейской традиции младенец, которая в русской традиции является в XVI веке и сохранил службу писать в Вертикан финансовый век, толковая служба только благословок, которые иллюминируют, да, а вот без слова и от этого приведи, это к сожалению, он не иллюминирует этот текст Йема Дуранго, тот царальный не нашим словом, он переведен, например, недавно английский язык в русском варианте и монет. Соображениями я не знаю о существовании я бы рада на стартинге. К сожалению, я понимаю это уже. И потом это достаточно поздний текст, да, все-таки это корида XII века, это корида XII века, простите, века, да. Таких вот толкнений, пояснений выслужения, к сожалению, нет. Но вот реформации нет. еще вопросы? Вопросы больше? Вопросы есть. 50. 50. Спасибо большое, что пришли на третью лекцию в нашем цикле. Напомню, что следующую лекцию будет читать Александр Владимирович Мали, она называется «Фрава контекста современниковой культуры». Мы поблагодарим Анну Владимировну за прочтенную лекцию. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо.